В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Проезд в городском транспорте Подмосковья теперь можно оплатить картой тройка. Если есть тройка, почему бы не заплатить тройку? В Ленинском городском округе продолжает снижаться число новых случаев заболевания COVID-19. Врачи, медсестры и медпрофессионалы, они как с маленькими детьми нянчатся. Отношения очень хорошие. На территории музея-заповедника Горки-Ленинский прошли лыжные соревнования. Я встал на лыжу в ноябре. Я захотела этим заниматься, потому что мне лыжи понравились. В подмосковных автобусах начали принимать к оплате карту тройка. Теперь жители Московской области смогут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Московского региона. Городских наземных маршрутах МЦД и метро. Мы спросили у видновчан, знают ли они об этом и что думают о нововведении. С 1 февраля оплатить проезд в подмосковном общественном транспорте можно картой тройка. Она действует в более чем тысячи автобусах на 305 городских маршрутах общественного транспорта в 53 муниципалитетах Подмосковья. Система работает второй день, пока, говорят водители, пассажиры пользуются картой редко. По нашему маршруту мало, потому что у нас городской маршрут, то есть свои люди, то есть одни и те же ездят. Но все равно желающие все-таки есть, да? Есть, но очень мало. Транспортная карта тройка работает на городских маршрутах с фиксированным тарифом. В Ленинском городском округе пока ей можно оплатить проезд в автобусах номер 2, 3, 6, 7 и 8. Средства списываются на входе. Оплата производителя. Система введена для удобства пассажиров. Теперь одной картой можно оплачивать проезд в городских автобусах Москвы и Подмосковья в метро и МЦД по фиксированному тарифу кошелек. В дальнейшем тройкой можно будет также оплачивать проезд на пригородных зональных маршрутах. Мы спросили у видновчан, как они относятся к нововведению. Если есть тройка, почему бы не сплатить тройкой? Пока не знаю. Мне как-то тройка не очень нравится. Не очень нравится, да? Способ пополнения ее прежде всего. Хорошо. Будете пользоваться? Выгоднее, да. Купить тройку можно во всех кассах общественного транспорта Подмосковья. Слияние карт «Стрелка» и «Тройка» планируют завершить к сентябрю текущего года. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Ленинском городском округе снижается число зараженных коронавирусной инфекцией. Видновская районная клиническая больница остается в топе медицинских учреждений, где оказывают многопрофильную помощь больным COVID-19. Так, в начале января врачам ВРКБ удалось победить недуг 42-летнего жителя Дедовска, который заработал катастрофическое осложнение из-за самолечения. Подробнее в репортаже Юлии Пагасьян. Казалось бы, молодой мужчина, но коронавирус не выбирает, косит всех. Многие даже не могут вспомнить, при каких обстоятельствах произошло заражение. А 42-летний Андрей Урсатий точно знает, что заболел от своих детей. Как только у меня поднялась температура, я сразу вызвал местного врача, и мне прописали лечение, все. И я стал лечиться по расписанному лечению, которое мне расписали. И сколько? Дней шесть я лечился, но температура 39, держалась просто, и ничего не помогало. Мужчину доставили в Одинцово на так называемые легкие койки. Состояние здоровья не улучшалось, и его перевели в Видновскую районную клиническую больницу, где диагностировали коронавирус тяжелым осложнением после самолечения. Насыщение крови кислородом меньше 70%, в то время, когда у здорового человека должно быть не менее 96%. Поражение легких 78% лежал в реанимации. Он был не на инвазивном методе дыхания, то есть непосредственно на СИПАТе. У него состояние было незначительное улучшение. 6 января он был переведен во второе инфекционное отделение. Также отмечалось небольшое повышение температуры тела, максимум до 37,5, до 38, отдышка, кашель и так далее. Ситуация при поступлении во второе инфекционное отделение было 80, это без кислорода. При подключении кислорода 5 литров в минуту непосредственно 92%. Лечение осложнялось рядом факторов. Избыточный вес, повышенный уровень глюкозы в крови, серьезное поражение печени на фоне неконтролируемого приема лекарств. Но благодаря видновским врачам Андрею Урсатию удалось справиться с недугом. Большую поддержку ему оказала семья и вера в Бога. Врачи, медсестры и медпрофессионалы, они как с маленькими детьми. Они нянчатся, отношения очень хорошие. Да, очень тяжело иногда, потому что и сил нет, по вечерам температура поднимается. Но просто когда понимаешь, что тебя ждет впереди, что у тебя дома дети ждут, жена ждет. Поэтому я стараюсь как можно больше придерживаться того, что говорят. Сейчас пациент тренируется дышать без кислородной маски. Пытается ходить по отделению. Занимается дыхательной гимнастикой, получает лечение. Мы как бы лечим сопутствующие еще заболевания. О выписке говорить рано, но Андрей Урсати выполняет все рекомендации медиков, чтобы быстрее оказаться дома, а там, как известно, и стены лечат. Юлия Богосян, Елена Кошлева, Видное ТВ. К нам в рубрику «Мобильный репортер» прислали видео с тренировки по регби. Она была организована одним из тренеров Академии регби ЦСКА. Занятия проходили на футбольной арене на Старой Нагорной улице. Многие считают регби не очень популярным видом спорта и напрасно. В России в настоящий момент действует более 360 регбийных клубов. Этим видом спорта увлечены порядка 20 тысяч человек. Видно, тренировка по регби собрала 17 мальчишек и девчонок самых разных возрастов. Причем многие из них занимаются и другими видами спорта – футболом, баскетболом и даже мотоболом. Мероприятие стало еще и небольшим состязанием. Ребятам необходимо было на время преодолеть полосу препятствий, которая состояла из элементов, применяющихся на тренировках регбистов, и в течение 30 секунд несколько раз повалить специальные подушки. На них отрабатывается силовой контакт с соперником. Организаторы планируют проводить подобные мероприятия на постоянной основе и привлекать к нему как можно больше молодых людей из разных видов спорта. Участие в нем совершенно бесплатное. Провести досуг с пользой для здоровья и забрать с собой памятные медали смогли жители муниципалитета, которые приняли участие в лыжных соревнованиях на территории музея-заповедника в горке Ленинские. Подробнее в сюжете Александра Столяровой. Зимние виды спорта популярны как среди детей, так и среди взрослых. А катание на лыжах, конечно же, не исключение, ведь это не только полезно для здоровья, но еще и весело. И вот так удачно совпало, что на замену растаявшему снегу выпал новый, а музей-заповедник Горки Ленинский устроил лыжные гонки для всех желающих. Внимание! Пошел! Пошел! На Горкинской лыжне собралось более ста участников. Возраст спортсменов варьировался от 7 до 70 лет. Их разделили на 10 возрастных групп, каждая из которых должна была пройти свою дистанцию – от 500 метров до 3 километров. Наконец лыжня-то образовалась, снег пошел. Ну, я думаю, люди рады. Погода теплая, 5 градусов в минус – это очень здорово. И действительно, среди участников царило воодушевление. Это такое мероприятие великолепное, каждый год организуется. Это вообще такое воодушевление, столько людей. Посмотрите на лица, все улыбаются, все довольны, все счастливы. Это же спорт, тем более погода не подкачала этот раз. Это же домой заходить не хочется. Спорт – это жизнь, и нужно выходные проводить достаточно активно. Лыжные гонки проводятся на территории музея-заповедника Горки Ленинский уже около 15 лет. В позапрошлый год тоже катался. Я занял первое место в позапрошлый год. И я решил сегодня занять, но у меня не получилось. Но я не растаиваюсь, потому что главное – участие. На трассу вышли не только любители, но и серьезные лыжники. Владислав Самылов занимается в спортивной школе «Олимп». В своей возрастной категории он занял второе место. Еще бы, ведь многие его соперники обучаются вместе с ним. Всегда снег, тогда лыжи. А мне всегда ролики, там лыжи, лыжи, роллеры всегда нравятся. Я очень люблю двигаться, ездить, бегать. Я спортивный мальчик. Занимаюсь больше, чем полгода второе место. Ну, трассы нормальные, только снега многовато. А это плохо? Ну, сложно ехать. В активности залог успеха, так считает участница соревнований Елена Пантелева. С друзьями и родственниками она приехала из Видного ради веселого времяпровождения и увезла с собой медаль. Я, конечно, вообще не ожидала, что буду в призах, но когда увидела, что держусь за лидером, держалась за лидером до конца. Горкинская лыжня открыла немало юных талантов. Одним из таких ребят стал Глеб Сомкин. За несколько месяцев он успел занять первые места в Красногорске и в Видном. Я встал на лыжи в ноябре. Я захотела этим заниматься, ну, потому что мне лыжи понравились. Победители получили памятные статуэтки и медали, а те, кто занять призовое место не смог, привез домой розовые щеки и хорошее настроение. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин